Криминальные истории, громкие уголовные дела и запутанные расследования в эфире программы «Сирена» и я, Ангелина Декун. Сегодня в выпуске. Алкоголь, ссора, смерть. Следователи устанавливают обстоятельства убийства 19-летнего парня в Бобруйске. Возмездие спустя 18 лет. Убийца насильнику из Кричева грозит очередной срок. Одна погоня и три ДТП с участием диких животных. На дорогах района по-прежнему неспокойно. Убийство 19-летнего. Сегодня следователи устанавливают обстоятельства громкого ЧП. Известно, что все произошло ночью 4 июня на чердаке бывшей казармы в Бобруйске. Подозреваемый пытался скрыться в этом же здании под сгоревшими досками и балками. Однако вскоре был обнаружен правоохранителями. На месте происшествия следователи изъяли орудия преступления. Сегодня допрашиваются свидетели. Подозреваемый ранее судим за кражу и неоднократно привлекался к административной ответственности. В ходе допроса вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Сегодня, согласно части 1 статьи 139 Уголовного кодекса, за убийство ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы. Следователи устанавливают обстоятельства еще одного происшествия со смертельным исходом. На предприятии «Беларусь-Калий» в Солигорске в шахте был смертельно травмирован горный рабочий. О трагедии 3 июня вечером сообщили в официальном телеграм-канале Следственного комитета. Известно, что погибший работал на четвертом рудоуправлении. По предварительным данным, молодого рабочего придавило самоходным грузовым вагоном. По факту проводится проверка. Игры разума или лишний градус в Бобруйском районе правоохранителям пришлось усмирять фантазию местного жителя. Мужчина звонил спасателям и уверял, что в его доме и огороде человеческие останки. На место выбыла оперативная группа. Чем закончилась эта история? Далее. Все произошло 1 июня. Житель деревни Бояры с самого утра решил отдохнуть, но не без алкоголя. Позже начал названивать в МЧС и РОВД. Он был уверен, в его доме и огороде творятся страшные вещи. Им были обнаружены человеческие останки, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Выездом по приезду на место происшествия сотрудники милиции установили, что данная информация не нашла своего объективного подтверждения. Но это не все. При помощи бензопилы он выпилил дыру в полу, чтобы доказать, что там кто-то есть. Игры разума, со слов правоохранителей, результат почти недельного запоя. Мужчину поместили в наркологию. Там он охотно пообщался с нашей съемочной группой. Немножко выпил. Не алкоголь, не магазинный, а настойку. Настойку, которую натирают колено. Ну и все, и галлюцинации начались. Я слышал, что там кто-то просится помощи. Якобы со времен войны они там закопаны. Ну вот я и решил помочь. Такие мысли у вас? Так мысли оттуда. Может, фильмов насмотрелись накануне каких-то военных? Под телевидением ничего такого не шло. Подсознание очень сложная структура, которую изучить не удается. А сколько примерно выпили? Ровно один стакан, но долей на две части. Благоиспорченный пол в доме – это единственное, что пострадало в результате ведений мужчины. В наркологии он проведет еще неделю. Бросить пить пока не обещает, но подумает о качестве и количестве алкоголя. Без срока давности Следственный комитет республики расследует убийство. Его совершили в 2001 году в Кричеве. Жертвой стала 23-летняя местная жительница. По данному факту прокуратура в том же году возбудила уголовное дело. Но преступника удалось найти только сейчас. На момент совершения убийства мужчине было 20 лет. Сегодня он судим за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж. Отбывает наказание в местах лишения свободы. Про вечер в 2001 году. Когда было совершено убийство, он рассказал правоохранителям на допросе. Я девушку остановил, хочу познакомиться. Она говорила мне, а вот это некорректные слова. Я достал нож и ударил. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия. При проверке показаний подозреваемый указал место совершения преступления. А также обстоятельства убийства ведется следствие. Под градусом и за рулем районные госинспекторы за неделю выявили 4 горе-водителя. Мужчины управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Еще шестеро были без документов. На этих кадрах погоня за бесправником. Мужчина проигнорировал требования инспектора об остановке транспортного средства. И попытался скрыться от правоохранителей в жилой зоне. Действия разворачивались в одной из деревень Бобруйского района. На бездорожье скорость Явы была порядка 70 километров в час. Задержали мотоциклиста в лесу. Нарушителем оказался бобруйчанин. Было составлено 6 административных материалов на данного гражданина. Ну и меры административного воздействия приняты соответствующие. За то, что водитель не выполнял неоднократные требования об остановке, повлекшее преследование данного гражданина по закону предусмотрено лишение права управления до двух лет. Либо штраф с лишением, либо штраф без лишения. С учетом личных обстоятельств и раскаяний мужчина остался с правами. Но теперь ему придется заплатить штраф 15 базовых. До 100 базовых и лишение прав до трех лет грозит жителю деревни Химы. Он управлял скутером в алкогольном опьянении и без документов. На мужчину завели пять административных протоколов. 3 июня в Брестской области шутки с законом обернулись серьезными последствиями. Там автомобилем БМВ управляла 16-летняя бесправница. Пострадали два человека. По предварительным данным, девушка ехала по трассе и в какой-то момент не справилась с управлением. Съехала в кювет, где автомобиль врезался в дерево. Самоводитель и ее 22-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. ДТП с трагическим исходом. В Реческом районе водитель легковушки влетел в грузопассажирский фургон, который был припаркован на обочине. Один человек погиб. Еще двое получили серьезные травмы. ДТП произошло днем 3 июня. 32-летний водитель «Фольксвагена» потерял контроль над управлением. Автомобиль выехал на правую обочину, где врезался в стоящий газ. Как позже стало известно, мужчина начал засыпать за рулем. В результате 53-летний водитель фургона «Газель», а также его пассажиры, мужчины 59 и 58 лет, были доставлены в больницу. Позже шофер фургона скончался. По предварительным данным региональных сайтов, в фургоне находились работники «Белтелекома», которые припарковались в тени, чтобы пообедать. Три механики без пострадавших людей. Второй месяц подряд на дорогах Бобруйского района – необычное ДТП. Инспекторам приходится разбираться в деталях произошедшего на основании слов одной стороны. Вторая – дикие животные. Чем на этот раз закончились встречи с сахатами? Далее. Повредил транспортное средство и скрылся в лесной чаще. Таков исход неприятного столкновения иномарки с сахатом на этой неделе. Водитель не смог избежать ДТП. Животное внезапно появилось на трассе. В двух других случаях под колесами оказались дикие кабаны. Они погибли на месте. Правоохранители предупреждают – такие неприятные встречи могут случаться еще как минимум несколько недель. По линии МЧС всего одно происшествие. На проспекте строителей в Бобруйске горела легковушка. О происшествии на номер 112 сообщил прохожий. В момент перебытия на место пожарных расчетов авто было объято пламенем. Сотрудники МЧС в считанные минуты ликвидировали возгорание. Но спасти иномарку не удалось. Машина выгорела дотла. Люди не пострадали. Хотелось бы сказать, что это уже не первый случай в этом месяце, когда очевидцы, простые прохожие сообщают о пожаре и таким образом спасают ситуацию. Скажем так, разрешая быстрее спасателям приехать на случай. И мы напоминаем всем гражданам, всем бобручанам, что если вы стали очевидцем пожара, то незамедлительно звоните службу спасения, набирайте телефон 101, либо 112. Таким образом вы спасете либо чью-то жизнь, либо чье-то имущество. Всего в городе и районе за неделю произошел один пожар. Но практика показывает летний период – время, когда статистику происшествий по линии огнеборцев пополняют дети. В целях профилактики все три месяца спасатели будут проводить акцию «Каникулы без дыма и огня». Если вы стали очевидцем резонансного происшествия, присылайте свои видео на номер 115-19-00, код 029. На сегодня это все. Берегите себя. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова